А, чёрт! Эй, осторожно! Тут опасно. А, пропустишь дама? Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые! Мы это сделали! Мечта сбылась! Ну всё, не будем тратить время. Джулия, стой! Тебе придётся снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Может, это и правда опасно. Чёрт, я туда полезу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 А самолет реально целый? Как и ожидалось. Да, он реально целый. Мы как в прошлое попали. Ух ты! Ну, то есть в такое альтернативное прошлое, в другом измерении, где все на дне морском, и вокруг рыбы, водоросли, и акулы. Акулы? Простая рифовая. А-а-а. А я все равно испугалась. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебнуть для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну, и выпил все, что там было в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Эй, чего ты притих? Ты как? Да я тут задумался о нашем безумном погружении. Такое непросто в голове уложить. Вот уж точно реально безумное. Моя жизнь теперь не будет прежней. Офигительно. Ну, хоть что-то тебе запомнится. Ты о чем? Э-э, ни о чем. Не ври. То пялишься на горизонт, как зомби, а теперь ноешь и ноешь. Извини. Что не так? Я просто как-то часто стал волноваться. О нас. О чем волноваться-то? Ну, правда. Вообще не пойму, что на тебя нашло. Все же круто. Ладно. Да. Ты права. Пойду найду Брэда. И Конрада. И Флис. Эй, а где мой брат? Или Флис? Не знаю. Я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Патруль, там береговой патруль. Что? Скорее наркоту за борт! За борт наркоту! Живыми не дадимся! Да какого хрена? Братец, ну ты дал! Джулия, серьезно, это сейчас глупо было. А, точно, пиво. Я уже несу. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Все нормально? У тебя какой-то загруженный. Э, все путем. Прости. Я так задумался. Как тебе, Дим? Если не считать нашей встречи с местными, неплохо. Все дайверы называют себя бывалыми, но Джулия с Аликсом и правда опытные. Завтра-то ныряем? По мне, это все как-то чересчур рискованно. Расслабься ты. Давно пора перестать быть таким рохлей. Эй, где планшет? Прости, я отвлеклась. Ничего. Найдем его. Есть, идем. Иди сюда, красотка. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот он. Вот он. Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда. Ну, по погоде. Ого. А еще что нашли? Нашли план полета. Похоже, это был спасательный самолет. Да, логично. Дальние бомбардировщики применяли так после войны. И самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулу из визеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну, хватит. Не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Ой, да ладно. Никто не знает, что мы там были. А призраки не расскажут. Вы, американцы, все одинаковые. Чужие традиции ни во что не ставите. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэ, много страшилок знаешь? Ну, есть одна история случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну, давай, напугай нас. Ладно. Поехали. История реальная. Случилось прямо тут рядом. В очень старом мыке. Ну да, классика. Да ну. Не верю. Откуда знаешь? А, ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога, и за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атоле, отрезанный от внешнего мира, луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без силы нарукнул смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал, вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка. А там на полу лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Ну, хорошо, тогда крюком для мяса. Обоих убили крюком и на нем подвесили. Жуть какая. Ладно, и кто убийца? А женщина? Это все мой муж. Потом на шкаф смотрит и... Такая... Он вон там. Ну, конечно, муж. Вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь. Тогда смотритель подкрадывается к шкафу. Открывает и... Так и есть. Внутри человек. И он выпустил себе кишки крюком для мяса. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают и он кричит. Ужас какой. Вот это поворот. Круто. Лихо закрутил. Меня ты напугал. Здорово. Прошлый раз звучало получше. Но сойдет. Ну ладно. Повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не. По стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Это стандартный протокол морского надзорного органа под раздел 1099. Ага. Где ж ты его видел? В интернете. Ага, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт? Рубишь фишку, друг. Не, я... Рубишь фишку, друг. Рубишь фишку, друг. Рубишь фишку, друг. Рубишь фишку, друг. Субтитры делал DimaTorzok 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 Уже почти Новости Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В тюрьме с нее Детка, здесь никого кроме нас Давай-ка развлечемся А не пошел бы ты нахер, дерьма кусок Слышь, отвали Субтитры делал DimaTorzok 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 Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. 8 секунд. Шторм в 8 милях. У них был катер, может его угнать? Да. Да, у них катер. У головаря есть пистолет. Но кто-то может пробраться на катер, дать сос. Эти ублюдки заплатят. Надо их вырубить. С пистолетом мы отобьемся и заставим их сдаться. 7 секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко, услышит. Мы дождемся утара грома. Отлично. Я вылезу в окно, обойду по борту и нападу оттуда. Мы нападем с другой стороны. Не бросай нас, ладно? Ладно, пошли. Раз, два, четыре, пять. О чем ты думал? Конрад, ты на другой порт, нападем вместе. Я не бросай нас, я не бросай нас. Конрад! Конрад! Подождите их, пряжи. Стреляй, не надо. Конрад! Конрад! Все! Все! Поехали! Дождите, бандыкан! Это мой ботер! Пере! Олсен, сюда! И кто из вас не расскажет про это? Манджурское золото! Эй, Конрад, ты сделал, что смог? Так! Заткнулись живо! Манджурское золото! Они в сковоре! Манджурское золото! Ты! Со мной! Эй! Оставь её! Манджурское золото! Узнай, сколько бродить со шторм! Но только! Давай без глупостей! А то сильно пожалеешь! Да! Дюк оф Милан запрашивает сводку погоды! Приём! Слышу вас, Дюк! Всё нормально? Приём! Эй! Я просто хочу про шторм узнать! Дадите информацию! А то нас тут потряхивает! Приём! С востока идёт большой шторм! Он вас сильно зацепит, но в течение часа должно идти! Всё в порядке, Дюк! Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает непогода! Нет! Всё окей! Зашибись просто! Лёгкий дождик мы выдержим! Спасибо за информацию! Через пару дней выбьем на берегу! Нет! Хорошо, когда люди помогают! Согласна? Правда? Зашибись! Зашибись! Стой! Ну да! Ладно, сбрасывай всё! Эй! Вперёд! Давай! Хорошо, ты о других заботишься! Нечего сказать! Так держать, Флиз! Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он! Нельзя его там оставлять! Он может утонуть! Надо его вытащить! Он в опасности! Брэд! Бро! Выходи! Жили! Нельзя его к тебе. Выходи на проекте одной руку. Значит, я не хочу катать обожарку. Конечно! Энё-технику! Пап гадрат мой! Его Edition shift. Похожая! Девять лет! Пока никто не умер Все могло сложиться совсем иначе По доброте душевной я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет Хотите? Отлично! Обратимся за вдохновением к поэту Венецианский купец, акт второй, сцена седьмая Принц Марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты Полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории Но вот в чем дело Все совсем не так, как кажется на первый взгляд Не следовало мне этого говорить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok